По профессии Наталья Кузнецова медик. 40 лет проработала в реанимации. Потому, говорит, точно знает, что прививку делать необходимо. В начале марта она прошла вакцинацию, а некоторое время спустя заболела. Говорит, прививка помогла перенести болезнь легче. Сегодня пришла сделать ревакцинацию. Я знаю, что такое прививки. Знаю, что как в реанимации тяжело болеют больные. Поэтому даже никакого сомнения не было, чтобы сделать прививку. Пациента старше 60 лет тяжело переносит коронавирус. Как правило, оказываются на больничной койке. А после выздоровления особенно часто сталкиваются с постковидным синдромом. Вакцинация минимизирует последствия заболевания, помогая при встрече с инфекцией перенести ее в более легкой форме. Люди старшего возраста могут в любой день пройти вакцинацию от коронавируса и на дому, обратившись в свою поликлинику по телефону и вызвав мобильную бригаду медицинских работников. В настоящий момент вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли более 1 миллиона 130 тысяч жителей региона. Я, конечно, призываю в любом случае вакцинироваться, потому что вакцинация – это единственный способ нам победить эту болезнь. Чем больше население привьется, чем больше будет охват привитого населения, тем больше у нас будет выработан коллективный иммунитет. Круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19 в Самарской городской поликлинике номер 14 начал свою работу в августе этого года. За это время прививки там сделали более 300 человек. Для посетителей организован отдельный вход в здание и кабинет предварительного осмотра. Привиться могут не только пациенты поликлиники, но и все жители города. Этой осенью важно сделать прививку не только от COVID-19, но и от гриппа. Между ними нужно выдержать интервал не менее одного месяца. Оптимально начать вакцинацию с прививки от новой коронавирусной инфекции, а затем привиться от гриппа. Это позволит максимально защитить себя и своих близких от этих заболеваний. Виктория Шарая, События.